Невероятная находка. В селе Дубесарий век района Криулень, в склепе у церкви святого архангела Михаила, обнаружили предположительно останки матери и дяди знаменитого молдавского астронома Николая Донича. Захоронение, которым больше ста лет, заметил настоятель церкви во время процесса реставрации, считалось, что он пуст. Теперь археологам предстоит идентифицировать села. Молдавский астроном Николай Донич, правнук писателя Александру Донича, провел в Дубесарий век свое детство. Здесь же он построил уникальную обсерваторию, которая, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Здесь он встретил свою супругу. Сам Донич умер во Франции, а вот его семья похоронена здесь, на кладбище около церкви. Долгое время семейный склеп считался пустым. Мы знали, что в 1972 склеп был разграблен. После этого почти 30 лет склеп так и стоял, разворованный и разрушенный. Никому не было дела до склепа. И вот этим летом, во время реставрации, образовалось отверстие, и мы увидели, что внутри есть гробы. То, каким образом были обнаружены уникальные захоронения здесь, в селе Дубосарий, конечно, совершенно невероятная история. Эту усыпальницу начали реставрировать. В какой-то из них местный батюшка спустился вниз усыпальнице, ну, чтобы проверить, как идут работы. Он обнаружил отколовшийся останок стены, а в нем два гроба. Позже выяснилось, что одно из захоронений принадлежит матери Николая Донича, лимонии Донича. Она умерла в возрасте 35 лет. А второе захоронение принадлежит мужу тети Николая Донича, усыпальнице этой 139 лет. И сегодня мы увидим в совершенно первозданном виде то, какое она была спроектирована и построена. Невероятное место с невероятной энергетикой и потрясающей историей. Согласно выводам историков, которые были на месте, вероятность того, что в склепе похоронена мама и дядя Николая Донича составляет 90 процентов. Это предстоит установить специалистам. При этом реставрация склепа практически завершена. Он представляет собой памятник архитектуры. Его автор – знаменитый Александр Бернардаци. Это мрамор, который, в принципе, слава Богу, прожил больше 150 лет. Это для мрамора в наших климатических условиях очень много. Сейчас надеемся, что он проживет еще больше. Реставрация склепа стала возможной благодаря программе «Меры по укреплению доверия», которую внедряет ПРООН. Стоимость этого проекта оценивают в 120 тысяч долларов. Множество элементов усыпальницы были разрушены. В них виднелись дыры. Несколько элементов буквально разваливались, и их разбирали по кусочкам. А сейчас же вы видите, они установлены стык в стык, так как надо. На рабочей площадке, как правило, было 7-8 человек. Здесь очень мало места. А в ателье, где реставрировали элементы, трудились почти 12 человек. Водушевленный исторической находкой, настоятель церкви поставил цель – восстановить еще и усадьбу Николая Донича, чтобы родное село астронома стало привлекательным для туристов. Это уникальный архитектурный памятник для Республики Молдова, и мы будем бороться за то, чтобы его включили в туристический маршрут. У нас есть еще и другие памятники, которые мы надеемся, что нам удастся отреставрировать. И люди, приехавшие к нам, смогут посетить и усыпальницу Макри, а также усадьбу Донич. У нас красивейшие места, достойные того, чтобы их увидели туристы. Процесс реставрации усыпальницы планируют завершить в течение нескольких недель.